Это одна из стихийных торговых точек в городе Тюмени, расположена на улице Республики. К слову, только по центральной улице таких стихийных мест продажи несколько десятков. Здесь продают сезонные овощи, фрукты и ягоду, включая клубнику. Вот только законно ли и насколько полезен представленный урожай в очередной раз решили специалисты. Вы видите, что вы носите. Документы нужно ваше. Состав документы, это паспорт, за все придется. Ни сертификата качества товара, ни разрешения на торговлю – типичная картина для стихийных рынков. Турал много лет продает клубнику в историческом центре города, уверяет, ягода из-за Азербайджана и вреда не представляет. Все это есть, на базу просто с тобой это не таскаю, туда поставляю. Если надо будет, можно перенести. Аренда такой дорогая, все слова, невыгодная. Вот здесь работают. Все равно каждый раз они штраф запишут. 5-6 тысяч, все равно как налог заплатим. По соседству продают клубнику из Киргизии, по крайней мере, так говорят продавцы. Типикат, да, есть у хозяйки. Она сейчас вот жду, ее должна приехать, еще там товар привезти. Берем клубнику в обеих торговых точках и отвозим в лабораторию на экспертизу. Там ягоду проверяют на содержание нитратов сначала бытовым прибором, а после с помощью профессионального лабораторного иономера. Норма у нас в покупнике составляет 100 миллиграмм на килограмм. Значит, два образца соответствуют по ПДК, пределу допустимой концентрации. В норме, значит, данную продукцию можно потреблять. На этот раз повезло, но каждая такая покупка – лотерея. Недавно в Тольятти четырехлетняя девочка съела клубнику и умерла. Отсутствие документов на товар – признак опасности для покупателей. Это не мое дело. Это дело пусть разбирается кто. Где продают. Если продавали где-то в другом месте, мы же их покупали. А мы покупаем там, где продают. Значит, разрешают. Не разрешают. И в Тюмени проводят большую работу по борьбе с нелегальной торговлей. С нового года у нас составлено более 400 протоколов на данных граждан. Общая сумма наложенных штрафов составляет более полтора миллиона рублей. У нас проведено со сотрудниками полиции 30 мероприятий, в ходе которых изъято более 2,5 тонн овощей и фруктов. Специалисты настоятельно рекомендуют покупать ягоды только в проверенных магазинах и внимательно проверять товарные документы. Ирина Ищук, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.